Приветствую вас, давайте мы с вами разберём ваш вопрос, точнее несколько вопросов, которые вы задали. Значит, ну, первое, то, что ваш вопрос задаётся исключительно в общих, значит, чертах, без какой-либо личной привязки, вот, плюс стиль вашего повествования, ну, говорит о том, что у вас достаточно сильно развитые навыки психологической защиты, вот, поэтому я полагаю, что совершенно бесполезно проводить здесь какие-то параллели. С вами я постараюсь максимально ответить именно на ваш вопрос, да, то есть раскрыть его по максимуму. Вот, и надеюсь только на то, что вы соответствующие выводы из этого сделаете и будете в дальнейшем их как-то применять, вот, что по сути приведёт вас к счастью. Вот, единственный вопрос, который у меня возник по прочтению вашего текста, опять же, вопрос не для меня, вопрос, скорее, для вас, для вас самой. Ну, мне отвечать не обязательно. С какой целью вы наблюдали за тем, как мужчина воспитывает ребёнка, если у вас нет детей? Ведь это надо наблюдать, это надо смотреть, это надо анализировать, собирать данные. Зачем? Зачем? Для чего? Какая мотивация, какая мотивация? Какие чувства стоят за этим ваши? Дальше. Значит, смотрите. От чего зависит отношение ребёнка, отношение мужчины к своему ребёнку? Во многом, от воспитания мужчины, во многом, от ценностей, которые у этого мужчины есть и которые вложили ему его родители, общество, в котором он живёт, традиции, если они есть, страна, нация и так далее. То есть, например, мужчина в Европе и в Америке, это не то же самое, что мужчина в России и странах СНГ и Восточной Европы. Да? Или, например, мужчина в Азии, это не то же самое, что мужчина в Африке, например. То есть, везде психология, мужская и женская, определяется стороной проживания, традицией, историей и обществом. Невозможно ответить на ваш вопрос. Настолько общий, без учёта исторических, традиционных и общественных нюансов. Поэтому, с вашего позволения, я буду описывать мужскую и женскую психологию с точки зрения истории, в частности, России и стран СНГ. Ну, бывшего Советского Союза. Начать стоит с того, как воспитывать мужчины и женщины. Я имею в виду, я имею в виду, что детей и, соответственно, молодых мужчин и женщин, которым сейчас лет по 20, я в расчёт, наверное, уже не беру. Это немножечко другая история. Хотя, 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 можно даже и взять. Я бы не брал в расчёт тех людей, кому сейчас по 10, по 15, по 5. Но тех, кому сейчас 20, вполне, вполне можно, вполне можно брать в расчёты. Поскольку это довольно большое, большое число людей, то давайте подумаем, в каких условиях воспитывали этих людей. Мальчик, мужчина должен быть сильным, должен быть защитником семьи, должен подавлять свои чувства, не должен быть слабым, не должен плакать, должен быть сильным, должен уметь защитить себя. Мужчина должен быть гордым, вот, и, собственно говоря, искренность среди мужчин подавляется напрочь. Ну вот, именно среди вот этого поколения, о котором я говорю. То есть поколение 70-х, 80-х, ну, наверное, 90-х точек годов. Те, кто родились в это время. Вот. Женщина воспитывается эмоциональной. То есть женщине можно плакать, можно, там, проявлять слабость. Женщина должна быть хранительней за очага, и так далее, и так далее, и так далее. Не берём в расчёт классические, не классические моменты. Когда женщина играет роль мужчины по этим стандартам. Или когда женщина, там, не знаю, там, равна мужчине, и когда у них, там, равноправные отношения. Мы этого расчёт не берём. Потому что это, на самом деле, малую роль играет. То есть, как показывает мой опыт и практика, даже такого рода мужчины и женщины всё равно остаются верны тем изначальным традициям. Вот. Значит, смотрите. Мужчина воспитывается в условиях завоевания. То есть, ты должен завоевать себе успех, вырвать себе славу, вырвать себе признание. Ты должен быть первым, да, в принципе, сперматозоидом. Ты должен быть лучшим, да. Женщину ты должен покорить. Ну, говорят мужчине, воспитывают мужчину так. Вот. И как в таком ключе мужчина воспринимает женщину? Как тофель, как приз, как победу. А ребёнка он как воспринимает в этих условиях? Как продолжение своего приза, продолжение своих побед. То есть, вот, я покорил женщину, она от меня родила, всё, я мужик. Я справился, я крутой, я могу там. Теперь я достойный член общества. Вот. И в этом аспекте мужчина не воспринимает женщину как отдельную личность. И ребёнка как отдельную личность. Вот знаете, это можно встретить в таких высказываниях. Вы мои хорошие. Вы мои девочки. Как говорят, ну, как говорят мужчины, да, когда обращаются к дочери, к своей дочери и жене. Вы мои девочки. Какие они девочки? Девочка у тебя одна, это твоя жена. Девочка. Есть малышка, это дочь, это дочь, но не девочка. Мужчины же воспринимают их как что-то единое целое. Как единое целое. Да? Почему? Потому что вот так. И когда мужчина вот принимает так, он действительно воспитывает через мать ребёнка. Ну, то есть как через мать? Если мальчик, если мальчик, то мужчина, ну, при том, что это адекватный, здоровый, здоровая личность, да, мужчина взаимодействует с мальчиком, показывает ему как быть достойным мужчиной, ориентируясь на мать. Вот. А мать показывает мальчику, мать показывает мальчику, соответственно, что для этого нужно сделать? То есть каким должен быть мужчина, она показывает ему. А отец говорит, кем он должен быть, показывает, кем он должен быть. Для девочки ситуация наоборот. Мать, это кем она должна быть, папа показывает, как ей это сделать. То есть как, ну, ну, как она вести себя должна. Да? Вот. Он направляет её. Это если личности здоровые. Вот. И в этом смысле мужчина воспринимает ребёнка через мать, через мать, только если это девочка. А если я не путаю ничего, могу тут путаться, потому что тут, ну, терминолога такая. То есть если мальчик, да, мальчик, воспитывается мужчиной, например, например, то мужчина такого мальчика сам воспитать вряд ли сможет. Ему не будет, мальчику не будет хватать мягкость и нежность чувственной составляющей. Вот. И в итоге, таким как отец, мальчик, кстати, не сможет. Потому что отец воспитывался мамой и папой. Вот так. Но если у мальчика есть мать, то отец играет роль такого некого ориентира и действительно воспитывает ребёнка через мать. Мальчик. Мальчик. Девочка, которая ориентируется на мать через отца, именно по этой причине бывает ближе к отцу. Как раз таки. Потому что он показывает ей, как быть той женщиной, которая является её мать. Вот. Поэтому часто именно отцы ближе к своим дочерям и дочерей отпускают гораздо тяжелее, чем мальчиков. Потому что мальчики им не так близки. Вот. Несмотря на то, что отец хочет, чтобы мальчик был похожим на него, но тут как бы гордость, тут как бы... Тут гордость, тут как бы не оправдал мальчик, надеюсь и всё. Вот. Но в любом случае, в любом случае, если мужчина воспринимает мать как приз, как завоевание, вот, как презент, то ребёнка он тоже не будет, вот, понимать, в качестве самостоятельного... самостоятельного субъекта. И тогда, отвечая на ваш вопрос, от чего зависит отношение мужчины к своему ребёнку, от того, насколько мужчина видит себе личность. Вот насколько он личность, а не социальный индивид, настолько он будет хорошо относиться к своему ребёнку. Потому что, когда мужчина видит в себе личность, он способен видеть личность других в жене, в ребёнке и способен отделить отношение с женой от отношения с ребёнком. Способен ли мужчина любить ребёнка от ненавистной ему женщины? Ну, если только в качестве компенсации. То есть, я вот ненавижу мать, но зато люблю ребёнка. Если только в качестве компенсации. Не хотел бы я, чтобы ребёнка любил мужчины, при этом ненавидел его мать. Не хотел бы я, не хотел бы. Для ребёнка это едва ли не хуже, чем вообще отсутствиаться. То есть, быть по сути заменой матери, заменой любимой женщины для мужчины в эмоциональном плане. Такого никому не пожелаешь. Поэтому, если мужчина способен ненавидеть женщину, ненавидеть женщину способен, у него явная проблема. Вот такой мужчина и любит, и может любить своего ребёнка, но любит он его любовью крайне-крайне нездоровый. То есть, это может быть гиперопектно, гиперзабота, гиперконтроль, вот что-то такое. Потому что, если любовь умеренная, то и ненависти не будет к женщинам. Одно без другого невозможно. Имеет ли для мужчины значение, кто мать с ребёнка и в каких он с ней отношениях? Надо сказать, что очень неопределённый вопрос вы задаёте, имеет ли для мужчины значение, кто мать ребёнка. Опять же, если мужчина не способен воспринимать людей как личностей, да? Вы знаете вот эта вот история, когда, когда мужчина говорит своей жене «Знаешь, дорогая, ты, короче, лет до шести с ребёнком общаешься, вот, а с шести я бы с ним общаться, а то до этого времени с ним не о чем говорить». Вот для такого мужчины, да, имеет значение и кто мать, и в каких он отношениях. Действительно. Вот. Для мужчины, который видит личность себе в жене и в ребёнке сразу, нет, не имеет. Но вопрос в том, что для этого нужно быть здоровой личностью. Дальше. Смотрите. Значит. Как бы, мужчина, эм, ну, заводя ребёнка от женщины, заранее должен знать, если это ответственный и, как бы, здоровый психологический мужчина, заранее должен знать, какая это женщина и что она даст ребёнке. И верх, эм, вообще, безответственности и верх, эм, психологических проблем, если мужчина начинает обвинять женщину в том, что она не достойна быть матерью. Вот. Здесь явный механизм, эм, проекции. То есть, перенос на женщину своих каких-то, ну, неудовольствий, неудовлетворённости, там, и так далее, и так далее. А, в каких конкретных отношениях? Ну, здесь, в принципе, ответственный, я думаю, понятен. Дальше. Так, эээ, из дополнения я хотел бы отметить только то, что, эээ, вот вы пишите, что, если мужчина хочет новых отношений, эээ, он, эээ, по вашему мнению, должен, должен, аэээ, значит, по вашему мнению, он должен оставить хвосты за дверью. Эээ, может быть, так сделает, эээ, мужчина, который, эээ, ну, я бы сказал, я бы сказал, является социальным индивидом. И, которому стыдно, например, или неприемлемо, эээ, говорить, что у него есть ребёнок, да, и, в общем, который считает, что ребёнок мешает, и так далее. Может быть, если говорить про такого мужчину, то вы правы. Но здоровый мужчина, как личность, да, психологически здоровый мужчина, эээ, он, эээ, имеет право взаимодействовать с ребёнком, он имеет право, эээ, приводить его в новую семью, он имеет право, эээ, значит, вводить его в круг, в своей, в своей новой семье. Вот, и он имеет право рассчитывать, что его новая семья примет его ребёнка и будет с ним, ну, если не, ээээ, как вести себя, как родственники, то хотя бы, как очень, эээ, хорошие друзья или знакомые. Потому что ребёнок, ребёнок, эээ, ребёнок мужчины, это его кровь, это его плоть, и он имеет право на взаимодействие с ним. Здесь я с вами, если я правильно понял, конечно, слово «хвосты», вот, здесь я с вами не согласен. Вот. Ну, то есть, согласен, если мужчина социальный индивид, если он психологически нездоров, как личностей, я согласен. И не согласен, если мужчина психологически здоров и как личностно полноценен, как личностно полноценен. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Эээ, если у вас остались вопросы, пишите, пожалуйста, в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!